Как сохранять и развивать культурные традиции? На чем держится дружба народов? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня в Чебоксарах. Здесь прошел шестой культурный форум по вопросам государственной поддержки национальных меньшинств. В фойе Чувашского драматического театра развернулась выставка мастеров из разных регионов страны. Национальные костюмы, пуховые платки, вышивка, украшения. По этим знаковым экспонатам легко определить, какому малому народу они принадлежат. Ни для кого не секрет, что в основе современного ремесленничества лежат многовековые традиции. Все республики Поволжья у нас имеют в последний 19-20 век украшений из монет. И мы, особенно Чуваши, славились вот этими украшениями. Вот сейчас мы сделали определенное количество односторонних копий синих монет. Делегации из регионов Поволжья, Калмыкия, Москвы и республики Коми. В рамках этого форума в Чувашу приехали более 200 гостей. Случайно отмечают организаторы именно республика. На два дня осталась столицей национальных меньшинств. Я бы особенно хотела отметить, что в такое наше сложное время, экономическое сложное время, республика находит средства для того, чтобы поддерживать национальные автономии, выделяет гранты, поддерживает ассоциации, поддерживает национальные организации, проводит фестивали национальные. Это, конечно, все очень важно и результат не заставляет себя долго ждать. Чуваша стала вторым домом для представителей 128 национальностей и 8 этнических групп. И все они живут в мире и спокойствии. Межнациональные и межконфессиональные конфликты обходят республику стороной. Вопросы укрепления мира и согласия требуют нашего самого пристального, постоянного внимания, объединения усилий органов власти и институтов гражданского общества. Создание атмосферы доверия и взаимопонимания между людьми разных национальностей – важные условия, необходимые для успешного развития любого региона нашей любимой России. Мы в Чувашии стремимся находить и развивать то, что нас сближает, а не разъединяет. Хотя национальная тема, она очень чувствительная. В рамках форума активисты культурных центров и общественные детали обсуждали, что еще нужно сделать для приобщения людей к культуре и искусству национальных меньшинств. Во многом решить эту задачу помогут образовательные маршруты, формирующиеся во многих краях и областях. Положительный опыт есть везде. Например, на протяжении многих лет для победителей конкурсов по чувашскому языку в республике открывают специализированный лагерь. Сюда приезжают ребята из разных регионов ПФО – Москвы и Белоруссии. Я очень много пытаюсь вывести людей из Самарской области сюда, в Чебоксары, и показать красоту залива, красоту Волги, красоту города, чистотой города. Удивляются все, кто здесь побывал. У нас три государственных программы, у вас в Чувашии тоже есть государственные программы по реализации национальной политики. Мы находимся в постоянном контакте со своими коллегами и по крупицам вместе пытаемся найти и находим что-то новое, полезное для того, чтобы вместе дальше эти проекты продвигать. Еще одна тема форума – предупреждение искусственных межэтнических конфликтов. Сохранять стабильность в обществе, говорят специалисты, помогают проекты по социальной и культурной адаптации мигрантов. Приоритеты государственной политики должны быть направлены на воспитание гармоничной, толерантной личности, чувство любви к родине, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. Пристать действия министерства совместно с национальными культурными объединениями в республике проводят, как уже было названо, это национальный праздник, это годой, это сабанкой, это и другие национальные праздники всех народов, которые у нас компактно проживают в нашей республике. Продолжение участников конференции и опыт республики по укреплению национальных отношений организаторы планируют обобщить в специальном сборнике. Его разошлют во все регионы, участвовавшие в таком важном разговоре. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков. Республика.